Как, спросите вы, Юлия Высоцкая оказалась у меня в гостях. Юля, иди посмотри, какая сказка! Ой, ты чувствуешь, какие ароматы? Ты чувствуешь? Это очень интересный запах. Жулия же аромат. Мы знакомы с Юлией Высоцкой с детства. Наблюдали ее передачу с рецептами по ТВ и поражались, как же она все это делает. Со временем произошла информатизация общества. Люди стали более напичканными различной информацией, более насмотренными. И сейчас, пересматривая что-то из детства, мы удивляемся, что за чепуху нам тогда навязывали. Я обожала смотреть передачи, где Высоцкая готовит, поэтому нахожусь в не меньшем шоке, чем большинство из вас, которым на глаза то и дело попадаются кулинарные шедевры от Юлии. Но мой канал больше о моде и как, спросите вы, Юлия Высоцкая оказалась у меня в гостях. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И это моя рубрика, в которой я изучаю инстаграм популярной личности и стараюсь выявить ее стиль в одежде. В описании вы можете найти ссылки на мои предыдущие выпуски. Я уже обозревала стиль Бузовой, Блиновской и Вали Карнавал, так что смотрите. У Юлии страница оформлена привлекательно, а лента говорит о том, что она достаточно семейный человек и, как мне показалось, открытый и добрый. Моя задача состоит в том, чтобы собрать из этой страницы фотографии из ее жизни, архивные, а те, что с передач и фотосессий, пропускаем. Так как эта рубрика экспериментальная и авторская, я считаю, что имею право придумывать различные названия стилям, потому что в принципе, в принципе, люди одеваются абсолютно по-разному, на что влияет настроение, мероприятие, возраст, положение в социуме. Явное проявление только в одном стиле одежды, скорее присуще людям с личным брендом, который выражается через общий вид, через одежду, например, как Уэнсдэй. Подробнее о стиле Уэнсдэй вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Люди же с личным брендом, выражающимся чем-то другим, кроме одежды, в своем гардеробе имеют вещи, которые подходят под разные стили, но все же через этот выбор мы можем считать характер человека, его образ и принцип жизни. Вот топ-5 особенностей, которые я выделила и выявила в стиле Юлии Высоцкой. В гардеробе у Юлии можно найти рубашки на любой случай жизни и даже платье в рубашечном стиле. Она делает выбор в пользу обуви на плоском ходу, что говорит о ее сумасшедшем ритме жизни, где все и везде нужно успеть, а также это говорит о том, что она любит комфорт. Но обратите внимание, Юлия носит очень разнообразную и необычную обувь на плоской подошве. Это говорит нам о том, что как бы ни падал выбор в сторону комфорта, все же он должен сочетаться с образом и быть максимально уместным. Шорты как стиля сафари, так и джинсовые часто в комбинации с майками. И именно майками, не футболками, как сейчас модно, типа размера овер, а майки, подчеркивающие фигуру и настроение. Неожиданно много образов я заприметила у Юлии в шляпах и кепках. Для отдыха она выбирает более легкие их вариации, а для городского выхода более конкретные и фактурные. Сочетает эти головные уборы как в кейжл образах, так и под романтичное платье. Вот какого характера наряд на высоцкой бы не был, я вижу, что она приобретает вещи вне времени, вне моды. Это, кстати, один из секретов элегантности. И она умело им пользуется, выбирая такую одежду, которая будто бы создана для нее. Ее элегантные образы могут быть как в платьях с туфлями на каблуке и без, так и в, на первый взгляд, очень простых нарядах из майки и брюк. Но тогда эти майка и брюки из струящихся шелковых материй и с правильно подобранными аксессуарами. Юлия умудряется выглядеть элегантно и в обыкновенной рубашке, просто отдавая предпочтение лаконичной и классической рубашке и джинсам натуральных оттенков без стразиков, пайеток. Полупрозрачные солнцезащитные очки, придающие молодости и юношеского блеска в глазах, укладка и улыбка – стопроцентный успех. Высоцкая часто носит украшения, достаточно массивные, которые невозможно не заметить. Дорогие солнцезащитные очки в порой скромных образах, сумки, перчатки, но она не надевает на себя все, что есть, чтобы выпячивать свое материальное положение, хотя оно и не маленькое, и, как я понимаю, даже не среднее. Так делают многие другие, которые за деньги учат зарабатывать миллионы и для демонстрации своей успешности обвешиваются золотом, бриллиантами, окутываются с ног до головы популярными лейблами. Юлия владеет всем, чем хочет, только в свое собственное наслаждение. Она просто радуется жизни. Я пролистала ее инстаграм практически до конца и так и не обнаружила популярного принта от Гуччи, Луи Виттон или сумки с популярной формой в виде седла от Диор. Я уверена, 100% у нее в гардеробе есть все эти бренды, но она покупает вещи ради вещей, а не лейблы ради трансляции своего материального статуса через фото. Аксессуары для Высоцкой лучшие, друзья. Вот пару примеров, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Косуха средней приталенности, что делает ее модной вне времени, юбка-карандаш миди, ну и пакет в руке. Но необычного вида сумка, будто бы зеленая бутылка от вина, обувь в натуральном зеленом оттенке в сочетании с носками и классической узнаваемой формы солнцезащитные очки. Или образ с модно подертыми джинсами. Кажется, ну, обычный образ. И это правда. Но посмотрите на носки, которые выбрала Юлия. И вот такая вот маленькая деталь в образе, которую откроет для себя смотрящий, сразу повышает градус стиля демонстрирующего. Максимально летнее и простое платье в сочетании с хорошими очками и массивными украшениями в золоте сразу привносит в образ статусности. Если бы Юлия была просто в платье и без аксессуаров, это смотрелось бы слишком просто и не по выходному. Натуральные цвета, кожа в сочетании с золотом и графичная форма темных очков. Очень в итальянском духе. Юлия не боится экспериментов. Об этом нам говорит разнообразие принтов на одежде, цветовые сочетания. Вот, например, красно-черный образ у нас обычно ассоциируется с роковой женщиной, а Высоцкая даже тут сумела выглядеть элегантно и невызывающе. Наряды с принтом подобраны так, что в них Юлия выглядит отлично, потому что выбор сделан уместно. Пестрые цветы в элегантном платье для свидания с мужем. Цветочные мотивы в лаконичных платьях для отдыха. Горох – самый обычный принт в необычных фасонах платьев. Нужен элегантный сдержанный наряд? Белая рубашка, синие брюки – классика. Отлично сочетаются с зеленым кардиганом, и образ выглядит свежим и интересным. Просматривая ленту Юлии Высоцкой, я также обратила свое внимание на ее чувство иронии, самоиронии, чувство натуральности, как на этом фото с пластырем на ноге. Идеально белое симпатичное платье, макияж, укладка и обычно подобранная обувь. И все так идеально, а этот пластырь на ноге говорит нам «Привет, я тоже человек, такой же, как и вы». У меня осталось приятное впечатление после просмотра ее фотографий в Инстаграм в разных смыслах. Более того, я была приятно удивлена ее вкусом в одежде. Какой стиль в одежде предпочитает Юлия Высоцкая? В голове бегают по кругу комфорт, элегантность и что-то итальянское. Уже в конце подготовки к этому видео я обратила внимание, что у нее в закрепках находится Италия, и большинство геометок ее архивных фотографий сделаны в местах из этой страны. Неудивительно, что у нее в стиле проскакивают вот эти итальянские нотки, потому что Юлия там бывает часто, и от этого у нее выработалась подобная насмотренность. Кстати, на своем канале я разбирала моду по-итальянски, как одеваются итальянки, если вам интересно, ссылку найдете в описании. Сейчас наступает момент, ради которого все это и задумывалось. Стиль Юлии Высоцкой комфортная элегантность, так как элегантность – главная особенность в стиле по-итальянски. Как считаете? Свои мысли пишите в комментариях, буду рада обратной связи. На этом мое видео подошло к концу, всем прекрасного настроения и пока-пока. Можно все сбить в брендере. То есть с пансерем, да? Вместе с пансерем. Я таких нежных сырников никогда раньше не брокунула. Когда ем то, что я приготовила, я чаще всего не ем.